На Беларусь 4 программа де-факто. Мы подводим итоги недели. Вспоминаем самые громкие происшествия и чрезвычайная ситуация. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Арсенал на дороге. Остановив иномарку, сотрудники Гомельского ГАИ случайно выявили оружейного парона из городеи. Гарпун себе в ногу. После подводной охоты гомельчанин оказался на хирургическом столе. Посадил двухлетнего ребенка на пассажирское кресло и врезался в столб. Подробности трагедии в Калинковическом районе. Кражи как системный вирус в проблемах агропромышленного комплекса разбирался Алексей Немкевич. А также какие противоправные действия совершаются на территории сельхозпредприятий, в чем их причина и кто несет ответственность. Поговорим с экспертом. И начнем выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. Разделил спиртное с незнакомцем и стал жертвой преступления. После нескольких бутылок водки один из молодых людей недосчитался своего планшета. Правда, то, что его девайс бесследно исчез, выпивший понял только, когда вернулся домой. Стоя перед дверью квартиры, мужчина не обнаружил при себе не только гаджет, но и ключи. Милиции удалось задержать вора. Оказалось, что до прибытия хозяина он успел обчистить квартиру. Отсутствие контроля за детьми в очередной раз привело к печальным последствиям. В реанимационное отделение областной больницы была доставлена трехлетняя девочка из поселка Юбилейный Гомельского района. Утром ребенок выпал из открытого окна второго этажа. В результате падения у девочки диагностировали обширную травму. Сейчас она находится в больнице. Милиция проводит проверку. Следователи просят о помощи в поисках живодера из Мозыря. Расследование уголовного отдела о жестоком обращении с животными продолжается. Как уже сообщалось, мужчина разместил в интернете видеозапись, на которой он причиняет увечья котам. Следственный комитет просит граждан, которые знают о местонахождении обвиняемого, обратиться в Мозырский Роэскан. Лично или по номерам телефонов, которые вы сейчас видите на экранах. Выбор как в вооруженном супермаркете. МВД сообщило о задержании жителя Городеи. В его машине, которую остановили госинспекторы в агрогородке Красное Гомельского района, обнаружили тюнингованный автомат Калашникова с приспособлением для бесшумной стрельбы. Пистолеты Макарова и ТТ, винтовку, ручные гранаты и сотни патронов различного калибра. По данному факту райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. Сейчас задержанный, им оказался начальник Городейской ТЭЦ, находится в изоляторе временного содержания. Однако, как оказалось, на этом история не закончилась. Обыски прошли также в квартире, гараже и служебном кабинете мужчины. Стражи порядка изъяли там пулемет, автоматы, винтовки и пистолеты, а также гранаты и взрывные устройства. Сейчас правоохранители пытаются установить источники происхождения столь обширного арсенала и возможных соучастников фигуранта в незаконном обороте оружия. В Хонигском районе по дворам гуляла бешеная лиса. Животное на своем подворье обнаружила жительница деревни Стреличева. Дикий зверь сначала набросился на собаку, а потом намеревался напасть на женщину. Но к моменту приезда сотрудников милиции лису удалось прогнать. Нашли рыжую в соседнем дворе. Животное обезвредили и передали ветеринарам. После подводной охоты прямиком в больничную палату хирурги извлекли из тела гомельского рыбака гарпун, которым тот стрелял из ружья в реке Сож. Прицелился в рыбу, а загарпунил сам себя. Признался успешно прооперированный рыбак из областного центра. Металлическая стрела насквозь пробила ему ногу. Медики своевременно провели операцию. Сейчас мужчина идет на поправку. Накануне в Петриковском районе при проведении земляных работ произошел несчастный случай. Машинист экскаватора при опускании задней опоры трактора придавил лежавшего на земле мужчину, рабочего одного из предприятий района. Пострадавший от полученных травм скончался на месте. Сотрудники следственного комитета проводят проверку. Шесть нелегальных ружей, полтора килограмма пороха и около километра сетей. В Лельческом районе правоохранители нашли тайник в домовладении жителя деревни Убродская Рудня. Госинспекторы вместе с сотрудниками милиции заглянули к мужчине с проверкой. Имелось подозрение, что сельчанин может незаконно хранить в доме ружье. Но такой находки правоохранители не ожидали. Хозяин смастерил настоящий тайник в уличном туалете. За двойной стенкой он прятал ружья, патроны и порох. На чердаке дома инспекторы обнаружили еще и запрещенные рыболовные оснасти. 16 сетей общей длиной 920 метров. Мужчина один раз уже попадался на хранение незарегистрированного оружия. Тогда он отделался штрафом. Дорога – один из основных источников опасности для детей. И если правилам поведения вблизи проезжей части могут научить и воспитатели в детском садике, и учителя в школе, то соблюдение всех условий безопасности при перевозке юных пассажиров – целиком задача водителей. О том, насколько родители обеспокоены этой проблемой, мы узнали, побывав в рейде с сотрудниками ГАИ. Статистика последних дней показывает, далеко не все родители серьезно относятся к безопасности детей во время движения на автомобиле. 10 сентября в Калинковичском районе произошла страшная трагедия. 33-летний местный житель, не справившись с управлением, выехал на обочину и ударился в опору линии электропередач. В результате ДТП водитель остался невредим, а его двухлетний сын, сидевший на переднем пассажирском сидении, скончался по пути в больницу. Ребенок перевозился без детского удерживающего устройства и даже не был пристегнут ремнем безопасности. По мнению специалистов, при таком ударе, если бы мальчик находился в кресле или хотя бы на заднем сидении, шансов остаться живым у него было бы намного больше. При перевозке детей в автомобиле необходимо использовать детские удерживающие устройства, поскольку при экстренном торможении, либо на езде автомобиля на неподвижное препятствие, на тело детей действуют большие нагрузки, которые приводят к травмированию. Именно игнорирование данного требования в большинстве случаев приводит к тяжким последствиям и даже летальным исходам. Но, как показал наш рейд, некоторые родители абсолютно уверены в том, что их такая судьба не коснется. Водитель этого грузовичка точно также посадил свою дочь на переднее сидение безо всякого детского удерживающего устройства. И, несмотря на предупреждение инспекторов и камеру, повез ребенка домой. Сотрудники догнали нарушителя и составили на отца административный протокол. Согласно действующему законодательству, за неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда это обязательно нужно выполнять, предусмотрена административная ответственность, которая влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до четырех базовых величин. Сотрудниками госавтоинспекции систематически проводятся профилактические беседы как в трудовых коллективах, так и в учреждениях образования, среди детей, а также на родительских собраниях. Стоимость детского кресла или бустера не идет ни в какое сравнение с жизнью и здоровьем ребенка. И цена не является первопричиной такого игнорирования ПДД. Суть кроется совершенно в другом. Не будь административной ответственности, некоторые просто бы отказались от использования детских удерживающих устройств. Кажется, у вас удерживающие устройства есть? Есть. В багажнике лежит. Ну а почему вы не отказываетесь? Виноват. Исправлюсь. Ежегодно в Гомельской области в ДТП получают травмы полсотни детей. 10% от этого количества уходят из жизни. Статистика небольшая, но неужели она должна возрасти, чтобы о проблеме всерьез задумались большинство родителей? В жлобине в ДТП, которое произошло по вине нетрезвого автомобилиста, выжил маленький ребенок. В автомобиль его отца врезалась машина, внезапно выехавшая навстречку. И это лишь один из примеров того, что автокресло спасает детям жизнь. Такая безопасность – противовес дорожной непредсказуемости. Ведь даже если за рулем профессионал, никогда не знаешь, кто из участников дорожного движения выкинет гранату. Ежегодно сельскохозяйственные организации теряют огромные суммы из-за недостач товара. Хищение в АПК – большая проблема, которую не так просто искоренить. Схемы, как вирус гриппа, постоянно мутируют, меняются, приспосабливаясь к новым условиям, новым системам борьбы с ними. Как показывает практика, ужесточение наказания не всегда влияет на ситуацию. Подробности в материале Алексея Немкевича. Попасть на мехдвор этого предприятия незамеченным практически невозможно. Нашей съемочной группе это удалось только в сопровождении специальной группы облсполкома. Она проводит здесь очередной мониторинг. Территория объекта огорожена забором. На объекте имеются камеры видеонаблюдения, 8 камер. В принципе, преступнику проникнуть на территорию объекта довольно сложно. Следят здесь практически за каждым уголком. На мониторах просматривается вся территория. Такой подход неудивителен. На мехдворе постоянно много техники. Стоимость вот такого комбайна превышает 400 тысяч белорусских рублей. Каждый узел здесь стоит очень дорого. Их потеря существенно ударит по бюджету предприятия. Чтобы ничего не пропало, каждую машину промаркировали. Теперь номера на кузове сверяет со списком оперативный сотрудник ОБЭП и главный инженер предприятия. Инвентарный номер 216-197. Зерновой комбайн GS-10. Пока подводить итоги о наличии всей техники на этом предприятии рано. Часть ее в ремонтных мастерских, часть в поле. Несколько раз в неделю на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по проверке сельскохозяйственных предприятий. Проверкам подвергаются в основном машино-тракторные парки. Проверяется как наличие, так и факты разокомплектованности техники, факты отсутствия техники на мехдворах. Кражи ВПК в основном ассоциируются со слитым топливом. Его хозяйство приобретают на нефтебазах. Отметим, что все горючее для сельхозпредприятий окрашивается. Краситель, который добавляет, безвреден. Применяется лишь для того, чтобы сигнализировать о кражах. А на этих кадрах оперативной съемки второй по популярности продукт, который крадут в сельском хозяйстве, зерно. Это, например, было незаконно продано из областной сельхозстанции Национальной академии наук в Рогачевском районе. По предварительной версии, заведующий одного из отделов станции реализовал его местному жителю. К моменту, когда к нему прибыли оперативники, зерно уже успели разгрузить. Хозяин дома подтвердил, что его купил, но о криминальном происхождении товара ничего не знал. Однако на этом история не закончилась. Во дворе в подсобных помещениях были найдены мешки с фуражным ячменем. В общей сложности 4,5 тонны. Это добро было также похищено с зернотока. Всего же с начала уборочной кампании этого года на мелких хищениях попали 426 человек, а в том числе 99 работников сельхозорганизаций. По-крупному воровали 12 человек. Им грозит уголовная ответственность. Алексей Немкевич, Андрей Иванов. Специально для программы «Дефакто». Уборочная сейчас находится на завершающей стадии, но темпы работы не будут сбавляться еще несколько недель. Аграрии убирают кукурузу и лен, а значит используется техника и случай краж на предприятиях агропромышленного комплекса возможны. Ситуацию контролируют не только на местах, но и правоохранительные органы. О том, как организована их работа в этом году, а также что и кто под пристальным вниманием милиции, поговорим с временно исполняющим обязанности заместителя начальника УБЭП Управления внутренних дел Гомельского облсполкома Виталием Филипповичем. Виталий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Виталий Викторович, расскажите, какая ситуация складывается в агропромышленном комплексе? Много ли краж? Следует отметить, что органами внутренних дел Гомельской области на постоянной основе проводятся профилактические, оперативно-розыскные и иные проверочные мероприятия, направленные на выявление данных фактов как со стороны руководителей, должностных, материально-ответственных лиц предприятий, так и со стороны физических лиц, которыми такими не являются. В этом году как-то ситуация отличается от прошлого года кардинально, либо темпы те же? Да, ситуация отличается в этом году, учитывая задачи, поставленные Министерством внутренних дел и главой государства, активизировались органы внутренних дел по данному направлению оперативно-служебной деятельности, что говорит на то, какие результаты имеются. За истекший период 2018 года выявлено 109 экономических преступлений, из которых 50 уголовных дел относятся к категории тяжких и особо тяжких, 57 уголовных дел носят коррупционную направленность. Это все по линии АПК? Это все по линии АПК, да. Также следует отметить, что в органах внутренних дел выявлено 380 фактов совершения мелких хищений, ответственность за которые предусмотрены Кодексом административных правонарушений Республики Беларусь, и 31 факт нарушения порядка использования крашеного топлива, за которое также предусмотрена административная ответственность. Виталий Викторович, кто ворует и что ворует? Чаще все это рабочие, руководители, либо иные лица? Все зависит от того, какие преступления и кем совершаются, кто является субъектом данных противоправных действий. Это могут быть как и руководители, так и должностные материально ответственные лица, и работники этих предприятий. В процентном соотношении все-таки больше кто причастен к таким кражам? Это, как правило, материально ответственные лица, которые имеют непосредственно доступ к данным товаром, материальным ценностям, и, собственно говоря, поэтому и совершают данные противоправные деяния. Вы упомянули топливо, да? Это все-таки наиболее популярный объект воровства на предприятиях? Я бы так не сказал, наиболее популярный предмет воровства на предприятиях – это является, как правило, урожай. То есть это зерно, кабикорм, иные сельскохозяйственные продукты, которые люди используют, так сказать, в домашних целях. Были тому примеры, даже были такие курьезные случаи, вот в частности при проведении процессуальных действий, а именно осмотра места жительства, у работника одного из предприятий в Гомельской области, который подозревался в краже товаром, материальной ценности, было обнаружено, в том числе, среди похищенных товаром, материальной ценности, около 400 кусков хозяйственного мыла. Какие товаром, материальные ценности еще удалось вернуть правоохранителям в процессе вот этой оборочной кампании? Это, как я уже отметил, различные товаром, материальные ценности, урожай, говорю сейчас, смазочные материалы, ну и непосредственно денежные средства. Которые являлись также предметом преступных действий, как правило, со стороны руководителей и должностных лиц. Когда мы говорим о кражах на предприятиях АПК, то всегда говорим о бесхозяйственности руководства. Вот что можно сейчас говорить о этом факторе? Как-то изменилась ситуация? Да, руководители хозяйств почувствовали на местах, что со стороны правоохранительных органов и органов власти постоянно осуществляется контроль за сохранностью имущества, за использованием сельскохозяйственной техники. И, естественно, они стали больше уделять внимание, поскольку в противном случае к ним могут быть применены также меры реагирования. Следует отметить, что при совершении каких-либо преступлений на предприятии, впоследствии которого влечет возбуждение уголовного дела, в свою очередь это влечет в направление соответствующих представлений и предписаний вышестоящей организации в органы власти со стороны органов следственного комитета, что также влечет за собой принятие соответствующих мер реагирования к лицам, допустившим совершение этих преступных деяний, и за приниженный контроль, так сказать, что способствовало совершению данных преступлений. Какие формы мониторинга принимает контроль со стороны правоохранительных органов в краж в сфере АПК? Это и рейдовые, и оперативно-розыскные мероприятия. Поэтому формы контроля разнообразны, в том числе изучение бухгалтерских документов, анализ финансовых ресурсов, которые поступают на предприятия, и их дальнейшее использование. Виталий Викторович, какова все-таки ответственность за совершение кражи? За совершение кражи предусмотрена ответственность, если мы говорим именно про кражу, то в зависимости от количества похищенного имущества, соответственно, применяются те либо иные санкции. В частности, за совершение кражи, которая не является крупным размером, предусмотрено альтернативное наказание. Это может быть и штрафы, и справительные работы, и лишение свободы на сроках до трех лет. Если мы говорим уже о крупном размере, то, соответственно, это является уже тяжкой статьей, и наказание за это предусмотрено, исключительно лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Это именно кража. Виталий Викторович, большое вам спасибо за конструктивный разговор. А телезрителям напомню, что в студии программы «Де-факто» вместе с временно исполняющим обязанности заместителя начальника УБП Управления внутренних дел Гомельского облсполкома Виталием Филипповичем мы обсуждали причины воровства на предприятиях агропромышленного комплекса. И в завершении программы по традиции рубрика «Я очевидец». Вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов людей со всего мира. Необычный арест пришлось совершить полицейским из Калифорнии. Хулиган забрался на служебный автомобиль и стал оскорблять стражей порядка во всеуслышание. При этом он успел разбить в машине окна и оставить вмятины на кузове. Чтобы нейтрализовать дебошира, полицейским пришлось пойти на хитрость. Пока одни его отвлекали, другие ухватили за ноги, стянули с крыши авто и арестовали. А это кадры сокрушительной погони в Оклахома-Сити. На угнанном автомобиле злоумышленник пытался уйти от преследования полицейских. Но, как это часто бывает, не судьба. Двигаясь по трассе, он не справился с управлением. Его автомобиль сбил столб линии электропередач, а потом снес еще и 20 метров забора. После аварии из машины вышел пассажир и попытался бежать. Однако при виде полицейских сразу же лег на землю. До столкновения из салона авто был выброшен пистолет. Полиция полагает, что оружие может быть связано с убийством. А это кадры невероятного ДТП в Германии. Во время ралли в неуправляемый занос вошел спортивный болид. Машину занесло, развернуло, снесло на обочину, а потом закрутило вокруг своей оси. Словно карусель смерти. Машина сделала не менее 10 переворотов и приземлилась колесами кверху. Выглядит жутковато, но за водителя волноваться не стоит. Он не пострадал. Защитный каркас в салоне сработал как надо. У пилота лишь незначительные ушибы. Россия. 56-й километр Минского шоссе. Выезд навстречу и катастрофичное столкновение. Водитель ровера потерял управление на мокрой трассе и через разделительное ограждение направился прямиком на Митсубиши, которого от удара, в прямом смысле слова, разорвало на части. Следом в иномарке врезались еще три автомобиля. Сообщается об одном погибшем и трех пострадавших. Шестилетний мальчик чудом выжил после наезда КамАЗа. Несказанно повезло жителю Благовещенска. Ребенок выбежал под колеса грузовика во дворе своего дома, но остался жив. У него перелом кисти и сотрясение головного мозга. Водитель успел остановить машину до того, как задние колеса могли проехаться по ребенку. Водитель сообщил, что заметил школьника в последний момент, так как тот неожиданно выбежал из-за припаркованных автомобилей. Такое может быть только в Гондурасе. Там с двухметровой высоты упал пикап с пассажирами в кузове. Люди кубарем выкатились на асфальт, а машина перевернулась и придавила несколько человек. Но все остались живы. Кадры ошеломляют, ведь даже каскадерам такого не повторить. Сначала пикап съехал с трассы, потом выскочил на проселочную, затем на крышу гаражей и в итоге свалился с них прямо на асфальт. Семь человек выпали из кузова, но, как оказалось, удачно. Никто, включая водителя, не получил серьезных повреждений. А вот что бывает, если на трассе открыть дверь автомобиля и не убедиться в помехе сзади. Дверь сорвет с петель и помнет, как консервную банку. Это произошло с автомобилем техпомощи в США, когда его водитель прибыл по вызову. Слава богу, успел вовремя убрать руку, сообщил мужчина. Тонны грязи вылились на пешеходов в Китае из кузова опрокинувшегося грузовика. Трагедия произошла на отживленном перекрестке. Водитель самосвала выполнял левый поворот, но вошел в него на большой скорости и завалился на бок. Хлынувшие 10 тонн грязи лавиной накрыли пешеходов, которые ожидали зеленого сигнала светофора на островке безопасности. Один человек погиб, трое получили травмы. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомельской области. Я Александр Гамоля благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова